Конный переход, посвященный 205-летию победы донских казаков Атамана Платова над польскими уланами под миром, для белорусских казаков событие масштабное. Для участия в походе в Жодино, точку отправления, прибыли казаки из разных уголков Беларуси, а также из России. В день будет 30-35 километров в таком плане будем проходить. То есть мы развиваем ночные лагеря в походных полностью условиях. Своё питание, свои харчи, всё как положено. По старинной казачьей традиции проводы на службу или в поход раньше сопровождались молитвой. Так и в этот раз казаки не отступили от своих устоев и приняли участие в молебне, который состоялся возле храма архистратига Михаила. Богослужение возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с казачеством, настоятель Минского прихода иконы Божьей Матери Всескорбящих Радость, протерей Игорь Коростелёв. Мы поминаем наших с вами предков, которые в своё время сотворили действительно подвиг, огромный подвиг, который должен каждого из нас вдохновлять. Дай Бог, чтобы действительно люди наконец-то поняли, что наша земля богата историей, богата подвигами, в том числе и не в последнюю очередь, а может быть даже в первую, казаков. Открыл мероприятие Верховный Атаман казачий генерал Николай Улахович. Приветствуя казаков, атаман призвал гордиться нашим народом, оказавшим сопротивление наполеоновским войскам. Подобное мероприятие – это ещё и хорошая проверка казаков на выносливость, а также проверка моральных качеств в непростых походных условиях, считает казак Глеб Парадис. В роду мужчины казаков не было, но своё призвание он видит именно в казачестве. Мы слишком стали городские и привыкли к удобствам. Поход – это интересно, но это неудобно. Это всё время забота о себе, о коне в первую очередь. Во время походов мы посещаем храмы, монастыри. Пока шли последние приготовления к отправлению, кони начали нервничать, подгоняя своих наездников в путь. В старину казаки обязательно умели держаться в седле. Кунь являлся основным участником многих обрядовых событий. Говорят, казак и конь неразрывны, как казак и вера. Сегодня казаки также стараются не уступать своим предкам в мастерстве верховой езды. Кони – часть моей жизни. Это особая культура, культура взаимоотношений. Ему доверяю свою жизнь, а он мне свою. Прозвучала команда походного атамана по коням, и группа выдвинулась в путь. За время трёхдневного перехода казаки преодолели более 150 километров. Прибыв на место назначения, представители белорусского казачества приняли участие в реконструкции фрагмента первого кавалерийского боя 1812 года у Мирского замка. Белорусских казаков в нашей стране многие считают ряжеными, несмотря на то, что исследования показывают, что казачество на белорусских землях сформировало целый пласт культуры. Представители белорусского казачества принимают участие в различных культурных и просветительских мероприятиях, отмечают памятные даты. А реконструкция сражения 1812 года – это ещё одно подтверждение казачьей традиции на белорусских землях. Наши белорусские казаки, они отмечают вот эту дату, потому что, в общем-то, историю разрывать нельзя, и никто её разрывать и не будет. И часть, можно сказать, нашей жизни, история, и тот подвиг, который совершили в своё время казаки Платова, ну, это нас вдохновляет. Информационный портал «Собор Бай» для православного телеканала «Союз».